Микс Ньюс Вы слушаете Радио Болтком Здравствуйте! В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема» и ее ведущие Вадим Полищук Я Александра Полищук Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире И начнем, пожалуй, с самой главной темы сегодняшнего дня Это то, что вице-мэр Риги Вадим Бараник буквально пару часов назад лишился своей должности И что же это означает? Ох, что же это только не означает Начнем с того, что это действительно сюрприз-сюрприз Еще вчера вечером оппозиция обещала, что не будет участвовать во всех этих коллекционных игрищах И просто сорвет кворум И таким образом Бараник должен был бы сохранить свой пост Но, тем не менее, что-то произошло этой ночью или утром И оппозиция фактически помогла партиям согласия и честь служить Риге Отправить Бараников, видимо, в отпуск, из которого он уже не вернется И дальше, конечно, начинается интересное, поскольку мы понимаем, что у нас теперь коалиция меньшинства У согласия числа же от Риги всего 28 голосов Ну и, наверное, за эту ночь чрезвычайно произошло много чего интересного И мэр Буров должен был что-то предложить оппозиции? Безусловно, скорее всего И тут вопрос, во-первых, а, что он мог предложить И, б, насколько долгосрочны эти соглашения, которые были заключены Потому что та же оппозиция в лице представителей партии для развития ЛАД Уже сказала, что, на самом деле, этот созыв Рижской думы совсем не держится И теперь могут запросто созвать три заседания самоуправления Но сорвать на них кворум, и этого будет достаточно, чтобы объявить досрочные выборы Как мы помним, вообще есть три сценария, при которых можно распустить Рижскую думу Во-первых, если дума долго не может избрать мэра Во-вторых, если Рижская дума неоднократно нарушает законы И не выполняет указания Министерства по делам региональных дел И третий сценарий, который сейчас кажется самым вероятным Это если Рижская дума, три раза, собираясь на пленарное заседание, не может обеспечить кворум Кворум в Рижской думе – это 31 голос А у коалиции сейчас только 28 То есть, таким образом, всякий раз, неважно, какое решение бы захотелось принять думе Будто утвердить бюджет или просто распределить какие-то должности Им так или иначе будет нужна помощь оппозиции Да, ну это вообще, конечно, очень интересная ситуация Потому что теперь вся власть находится, на самом деле, в руках оппозиции Они могут в любой момент положить конец думе Именно так И, опять же, не совсем понятно, что теперь хочет коалиция Такое ощущение, что они сами себя перехитрили и переиграли Когда инициировали отставку Баранников Вопрос к той же партии согласия То есть, на что она рассчитывала? Она действительно хотела спровоцировать процесс к досрочным выборам? Или она, может быть, таким образом думала просто попугать своих, теперь уже более старших партнеров? Я имею в виду господина Бурова Ну да, получается, что согласие теперь не может инициировать досрочный выбор, а оппозиция может Да, именно так И более того, оппозиция может это сделать именно тогда, когда ей выгодно И тут, как мы помним, есть еще один интересный нюанс Что если досрочные выборы происходят Если распуск Рижской думы происходит до марта Тогда да, мы имеем досрочные выборы А если после, то есть уже за 15 месяцев до очередных выборов или еще позже Тогда назначается временная администрация И временная администрация, это представители Министерства по делам региональных дел То есть того самого, той самой партии для развития Латвии Которая, в принципе, сегодня и в том числе помогла уволить Баранника Ну очень хорошо, а какие же у тебя есть мысли? Оппозиция какой сценарий реализует? Бог его знает Ну, по-хорошему, выборы оппозиции, наверное, были бы выгодны Потому что она, скорее всего, увеличит свое присутствие У единства сейчас вообще 4 только мандата У национального объединения новой консервативной партии тоже немного То есть с учетом того, что, скорее всего, часть электората согласия останется дома Или проголосуют за какие-то другие партии То так называемые латышские партии Наверное, будь выбор через месяц Они бы, безусловно, получили автоматическое большинство Да, но, как мы знаем, досрочные выборы нам дадут только думу до следующих выборов И это будет примерно год Очень маленький период, полтора года Есть ли смысл все это затевать ради такого короткого времени? Конечно Продолжать сидеть в оппозиции, критиковать Безусловно, тем более, чтобы все это понятно Что бюджет на следующий год будет совершенно невкусным и нелакомым То есть остается проблемная рига сатексма Остается потребность субсидировать уже обеды для учеников начальных школ То есть, на самом деле, на месте оппозиции Я бы вот сейчас посреди года, за год до очередных выборов Совершенно это хозяйство перенимать не стала Поэтому я однюдь не исключаю, что да Оппозиция сорвет три кворума Но только будет она делать это не тогда, когда этого хотелось бы Бурову и согласию, как, может быть, изначально все предполагалось А когда это выгодно им То есть, скорее всего, где-нибудь в январь, февраль Возможно, даже после того, как будет утвержден бюджет Рижской думы Потому что все-таки городу нужно как-то жить И, наверное, это было бы слишком безответственно Кинуть столицу вообще без утвержденного бюджета Ну, хорошо Предположим, что выборы местного управления в Риге Состоятся даже, когда и должны были И какую ты видишь будущую коалицию? Ведь согласие и честь служит Риге Конечно, они были старыми дорыми партнерами Но сейчас, наверное, разругались вдрызг Да, но это политика Здесь можно сегодня разругаться, завтра помириться для интересов Ну, давай так Есть в этом уравнении неизвестность Все-таки пункт первый Это действительно досрочные выборы Или это выборы после того, как городом 15 месяцев поуправляет временная администрация Как ты понимаешь, наверняка, во-первых, если приходит временная администрация Это мы узнаем много нового, интересного И о том, как управлял думой мэр Ушаков Возможно, о том, как управлял думой мэр Буров Скорее всего, будет довольно большой поток информации О коррупционном деле по Риге Сатекс Но он и так будет, поскольку следствие продолжается Но, наверное, если будет временная администрация То информация будет сочиннее и интереснее Вот, поэтому в этом плане исход выборов Которые тогда, очередные выборы должны состояться в начале июня 2021 года Они тоже достаточно непрогнозируемы Но главное, что мы знаем, наверное, точно То, что у согласия не будет большинства мандатов Это, конечно Если они захотят сохранить флайс в городе Они должны будут с кем-то скопироваться Мы уже сказали, что с ЧСР они идут отдельно Но даже если предположить, что согласие сможет сделать все И мобилизовать свой традиционный электорат И бабушки из Балдырая и Кенгаракса все-таки придут Хотя, опять же, непонятно, кого согласие будут выставлять в роли лидера Поскольку Нил Шаков вроде как обещает сидеть до последнего в Брюсселе Весь свой пятилетний срок Но, тем не менее, даже если предположить, что согласие наберет там Какие-нибудь свои 15-20 мандатов С кем-то придется общаться Ну, как бы, как первый потенциальный партнер, кажется, ЧСР Несмотря на то предательство, в комочках, которое они совершили Да, безусловно, ну, как даже говорил сам Боров Что вроде как конфликты у них регулярно бывали Просто до сих пор их не выносили на публичное обсуждение Ну, предположим, все забудется Теоретически там возможны варианты Ведь по-хорошему и для развития Латвии могло бы стать партнером Которые вроде как позиционируют себя как некая либеральная партия Не делющая также электораты и общества на какие-то этнические группы Но тут, опять же, мы можем предположить, что, может быть, достаточно удачный старт будет у Русского Союза Латвии Поскольку на последних парламентских выборах они, в принципе, по Риге выступили неплохо Вот, единственное, что неясно тогда, кто будет их лидером Потому что как раз-таки до этого им помогал Андрей Мамыкин С которым, кажется, сейчас партия Татьяна Женок тоже в ссоре Вот, а кадровый голый там не меньше, чем в партии Согласия Опять интересно, как себя покажет вот эта самая четверка независимых Которая откалывалась буквально там несколько месяцев назад от Согласия Которая сейчас представителем Вадима Бараник, он потерял должность Но есть ощущение, и, скажем так, есть неофициальная информация Что у этой партии есть финансовый ресурс И какой-то, наверное, соответственно, и медийный ресурс И если он есть, то, наверное, можно раскрутить и какой-то список И тоже как-то поучаствовать в дележке вот этих несчастных 60 мандатов Тут, в принципе, знаешь, на самом деле в результатах этих выборов Будет важно не тот, кто победил, а тот, кому достанется золотая акция Потому что точно так же любую коалицию можно разыграть со стороны латышских партий Ну, на самом деле, держать золотых акций будет несколько Как бы ни сложились бы результаты выборов Но вообще интересно Ты говоришь, что да, возможно, опять коалиция счастлива служит Риге Хотя были конфликты, и сейчас явно отношения между партнерами не ладятся Возможен подъем Русского Союза в Латвии Несмотря на то, что эти партии иногда вступают в качестве антиподов идеологических Даже близкой им вроде бы русской тематике Либо, возможно, союз какой-либо классических латышских партий Из этого вот очень интересный прецедент Потому что согласие не может попасть в правительство на национальном уровне Но в Риге оно может создать именно прецедент союза с латышской партией И можно ли будет потом перенести образец этого сотрудничества на национальный уровень? Ну, видишь, пока что единственная латышская партия, которая потенциально могла бы сотрудничать с согласием Это вот как раз-таки этот либеральный блок Но это они просто когда-то заявляли о том, что в принципе они готовы Но это не значит, что другие не согласятся Ведь муниципальный уровень все-таки, это не национальный уровень Здесь избиратель простит, нет? А зачем они нужны? Понимаешь, если отличная коалиция сложится только из латышских партий И тогда скорее возьмут Бурова, который уже рассказал, что 9 мая к памятнику не пойдет И вообще он в принципе поддерживает школьную реформу Ты угадала то, к чему я тебя подводил Потому что действительно не получили так, что согласие окажется в ситуации, как и в Сейме То есть имея самую большую фракцию, сидеть в оппозиции Вполне возможно И тут на самом деле пока что ощущение со стороны, что партия согласия сама себя перехитрила То есть зачем они на прошлой неделе вышли с ультиматумом отправить бараника в отставку Созвать это заседание И более того, они еще пообещают, что не будут сами посещать заседание То есть вроде как они сами могут спровоцировать отсутствие кворума То есть что они хотят получить в итоге, учитывая, что партия сейчас в совершенно паническом состоянии И рейтинги у нее падают, и большие кредитные обязательства То есть едва ли им сейчас нужна лишняя предвыборная кампания, которая просто требует денег и человеческих ресурсов Но тем не менее, что случилось, то случилось, будем наблюдать Но тут, наверное, главное, чтобы ситуация в Рижской Думе не превратилась в большой Брекзит Поскольку все-таки от работы Рижской Думы напрямую зависят интересы рижан И действительно, будут ли накормлены дети в детских садах Будет ли вовремя включено отопление Будут ли отремонтированы дороги Увы, можно предположить, что хаос, который теоретически вообще может затянуться на полтора-два года Он, скорее всего, парализует немножко жизнь города И вот тут интересно, накажет ли потом избиратель тех политиков, которые этот хаос допустили Но все-таки чем же руководствовалась Согласия, когда выдвигалась в Ультиматум? Одному Богу известно Честно говоря, со стороны даже непонятно, кто сейчас фракции Согласия в Рижской Думе возглавляет То есть, да, есть формальный вице-мэр Анна Владова Но вокруг нее достаточно много других людей, которые могут оказывать и на нее влияние, и на ее решение Опять же, есть новый председатель партии Янис Рубанович Который также всячески демонстрировал, что ему не очень нравится, что происходит в Рижской Думе Ему не нравится партнерство Согласия с ЧСР То есть, там очень много вариантов... Может, вообще просто эмоции сыграли из серии А не выпустить ли нам пресс-релиз? Вот, но так или иначе, то есть, история имеет последствия Но эмоции эмоциями, да Но, с другой стороны, наверное, и более серьезные разборки То есть, наказали предателя И даже поставив под угрозу свое собственное политическое будущее Вот я почему-то не верю в благие намерения в латвийской политике Вот, мне, наверное, немножечко жалко русскоязычный электорат Который, глядя на это, вряд ли, скажем так Вряд ли у него увеличится доверие и к политическим партиям И к инструментам, учреждениям власти в целом Но будет интересно, кстати, посмотреть, как поведутся все-таки латышские партии Захосят ли они заступить на это поле Потому что, во-первых, все-таки не забывают, что в Латвии Органы соуправления выбирают только граждане В Эстонии, например, так же и не граждане Поэтому, наверное, у эстонских партий больше интерес Общаться напрямую и с русскоязычным избирателем Да, у вас, конечно, все очень поляризовано И у нас даже националистические партии на местных выборах Не чурается рекламировать себя на русском языке И здесь довольно интересная ситуация Поскольку, если, согласитесь, имеет все шансы потерять власть То это очень будет большой стимул для латышских партий Все-таки начать работать с русскими избирателями Если они хотят прийти к власти в Риге Без русских голосов это будет сделать все-таки сложно По крайней мере, если это даже будет победа Это будет неубедительная победа Которую будет трудно сохранить в долгосрочной перспективе Да, но боюсь, что в данном случае Латышские партии скорее будут надеяться на то Что русскоязычный избиратель просто останется сидеть дома Разочарованный Ушаковым и всем, что сделала коалиция Буровой и согласие Ну что ж, поживем и увидим Давай, наверное, перейдем к другой, не менее горячей теме Ну и, как ни странно, опять же, о роспуске Да, у нас день роспуска День роспуска Однозначно, это история про инициативу о роспуске Сейма Насколько я понимаю, инициатив на самом деле целых две О, да, одна просто уже подана в ЦИК И уже активно идет сбор подписей По-моему, мы посмотрели по последним данным На сегодняшний день уже почти не 29 тысяч подписалось человек Через интернет, это достаточно просто А второй инициативой сегодня заговорили медики Ну, то есть, это тоже предполагалось То есть, профсоюз медиков недовольны тем Какой бюджет принял парламент Они намерены, во-первых, провести очередную акцию протеста 28 ноября А также параллельно подать свою инициативу в ЦИК В принципе, теоретически эти инициативы могут быть объединены И тогда, ну, то есть, сбор подписей, видимо, будет единым Собрать нужно довольно много, 155 тысяч Но за 12 месяцев, в принципе, учитывая, что Одних медиков в Латвии 20 тысяч У всех у них есть родственники, друзья и пациенты А если солидарность еще проявят врачи, бюджетники Профессиональные спортсмены, деятели культуры Которых этот парламент также обманул при принятии бюджета По-моему, 700 миллионов не донесли До всех различных отраслей То есть, то, что было прописано в законах Ну, вот потом, казалось, денег не хватает Вот, то есть, в принципе, количество недовольных в стране Явно превышает 155 тысяч Тут скорее вопрос, а что потом? Ну, да, но тут еще также важно, кто собирает То есть, ты права, что медики, наверное, могут мобилизовать Достаточно большое число людей Вот, но те, кто уже начали собирать подписи Это как это организация? Власть народа в Латвии, по-моему Да, и второй, это центральная партия Да, это вроде какие-то профессиональные Профессиональные распускатели сеймов у вас в Латвии Это очень странные персонажи, действительно, сколько я не смотрела То есть, в СМИ они мелькали за последние пять лет По-моему, два или три раза И каждый раз они пытались попыткой инициировать Роспуск парламента Стоят за каждой организацией Очень странные люди Например, организация «Власть народа Латвии» вещает некий такой Артур Смалт Такой пенсионер, который исправно посещает различные околополитические дискуссии Делает такие довольно экстравагантные заявления От центральной партии или партии центра Выступает Нормус Гростенш, который тоже позиционируется как евроскептик Историк, политолог, но, в принципе, никаких серьезных научных трудов или публикаций на его счету нет Притом, и тот, и другой регулярно пытается стартовать на выборах Европарламента То есть, у них есть какие-то политические амбиции Но, безусловно, наверное, этим распуском Сейма они какую-то публичную известность получат Другой вопрос, что, а, любая общественная компания требует ресурсов Денег, человеческих ресурсов, ходить в те же СМИ интервью давать Есть ли они в этой организации партии, мы не знаем И, б, наверное, более важный Любой распуск Сейма – это ответственность То есть, нельзя просто настроить народ, вывести всех на улицы, заставить подписаться То есть, нужно понимать, а что мы хотим получить Да, потому что, на самом деле, мы получим, скорее всего, Сейм с теми же самыми партиями Конечно, в процентуальном плане, конечно, кто-то потеряет, кто-то наберет больше мандатов Но, в целом, политический ландшафт вряд ли сильно изменится Увы, в-первых, даже если сравнивать с недавней историей распуска Сейма Который был инициирован экс-президентом Валдесом Заттлерсом Там хотя бы формально появились какие-то новые лица Ну, тот же Заттлерс партию создал, тогда это было возможно Сейчас это будет, в принципе, маловероятно В том числе и потому, что вступает в силу новая редакция закона о финансировании партий И мы понимаем, что все те политические организации, которые сейчас сидят в Сейме Они будут иметь такое большое финансирование, что конкурировать с ними фактически никто не сможет Фактически никто не сможет И поэтому рассчитывать, что за этот короткий период, который будет дан с момента распуска Сейма До следующих выборов появятся какие-то мощные политические проекты Очень вряд ли, тем более, что даже и не видно каких-то ярких общественных организаций, которые могли бы перетечь в политические партии То есть выбирать нам опять придется из тех, кто у нас есть И более того, у тех, кто у нас есть, у них будет достаточно денег, чтобы организовать яркие предвыборные кампании Вещать из каждого утюга, убеждать, что лучшее враг хорошего, поэтому нужно голосовать за стабильность и то, что было То есть вполне может получиться плюс-минус одна остановка, тот же состав Ну, допустим, да, мы видим, что есть такая партия Кайминджа, которая сейчас очень сильно просела в рейтингах И, скорее всего, ну, наверное, там вот она наберет меньше Хотя, опять же, может быть, кто-то решит, что именно те популистские организации, которые сейчас немножко задавлены действующей коалицией Что им нужно дать волю, и вот именно, когда они станут весомее, то жизнь наша и наладится Согласие далеко, как мы знаем, не в лучшем состоянии находится Да, тоже, как я уже упоминала, и финансовые трудности, и кадровые То есть новый состав коалиции, новый состав парламента может не обрадовать никого Но есть один все-таки нюанс, почему нельзя сказать, что Роспус Сейма это однозначно плохо и не нужно К сожалению, нынешняя правящая коалиция, она зажралась Это очень хорошо видно и то, как принимался бюджет, и то, какую коммуникацию политики вели И в этом плане разогнать их, это может действительно преподать им хороший урок, возможно, в этом отношении Роспус Сейма действительно будет оправдан, потому что даже если придут опять к власти те же Им так или иначе придется использовать какие-то другие методы управления страной Но ты не видишь риска в том, что одни популисты просядут по итогам перевыборов, а другие, наоборот, поднимутся Ведь нельзя забывать о том, что причина нынешнего кризиса это невыполненное обещание Кто мешает новым политическим силам или другим политическим силам выдвигать свои обещания Хотя есть риск, что они тоже не будут выполнены Да, нет, конечно, тут вообще нет смысла ждать, что, говорю, новый парламент будет лучше предыдущего То есть, единственное, что всякие выборы, это они бодрят политиков Им приходится думать о том, а что же будет дальше, а вдруг не попадем Деньги потраченные, спонсоров напрягли или еще что-то То есть, в этом плане это, наверное, неплохо Но, увы, то есть, скажем так Наверное, если бы была хотя бы какая-то вероятность, что, допустим, при новом парламенте Во власть могли бы взять согласие Не потому что согласие хорошая партия или плохая А просто потому что, наконец, сломать этот этнический барьер Который уже 20 лет прошло, он все существует То, наверное, это могло бы хоть немножечко перемешать колоду То есть, просто мы бы действительно получили новые лица в правительстве Но я боюсь, что будет сделано все, чтобы согласие все равно осталось в оппозиции Ну, хорошо, может быть, у СЗК будет опять шанс войти в коллекцию Ну, ты знаешь мою позицию по этому вопросу Очень хорошо, я считаю, что согласия мало шансов войти в любое правительство будущее Именно потому, что оно слишком сильно ассоциируется именно с меньшинственным электоратом И хотя я знаю, что в согласии очень многие поглядывают на центристскую партию Эстонии Которая считалась тоже такой прорусской партией И тем не менее правительство не только попало, но и возглавило Мне кажется, здесь некорректно сравнивать Потому что все-таки центристы были всегда меньшинственные эстонские партии Которые работали с русским электоратом активно А согласия нет И при нынешней системе, мне кажется, как-то трудно ожидать таких резких изменений Согласие, если бы согласие набирало бы меньше голосов То есть, была бы держателем ту самую золотую акцию Мне кажется, у них даже было бы больше шансов Но сейчас... Ну, как, не знаю, переродиться Ты помнишь, предыдущие кампании как раз-таки согласие Тогда еще в главе с Ушаковым Они делали акцент на то, что мы позовем рукопожаток в свои ряды И это поможет нам Ты думаешь, что совсем нет никакой формы? Я не заметил как-то, что эти рукопожатые помогли особенно сильно После последних выборов согласию все-таки войти в правительство То есть, здесь, мне кажется, проблема нисколько в согласии Согласие на много чего готово Сколько в других латвийских партиях, которые пока не видят необходимости И рисковать своим имиджем не на йоту И во многом, конечно, виновата поляризация вашего политического ландшафта То есть, у вас есть партии, которые ориентируются все-таки преимущественно на русскоязычный электорат И на тех, которые все-таки работают преимущественно с латышами И они не видят необходимости рисковать и начинают работать русскоязычным Потому что русскоязычным надо не просто призвать голосовать до себя Но нужно что-то предложить А в отношении многих очень таких спорных моментов Которые очень важны, тем не менее, для русскоязычного электората Министративные партии придерживаются консенсуса Что и показало, как мне кажется, решение, которое было принято в конституционном суде Оно во многом отражает тот консенсус, который достигнул был ранее политиками Да, мы обязательно об этом еще поговорим Но, кстати, и сама Роспутс Сейм Как, насколько я понимаю, в Эстонии нельзя распустить Сейм по воле народа Нет, вообще, конечно, у вас возможности народа у вас, конечно, много шире И референдумы у вас проводятся чаще, чем у нас В принципе, они могли бы даже проводиться по законодательству Что ж, проживем, увидим Ну, тогда, наверное, действительно мы можем перейти У нас еще есть время уже затронуть нашу следующую тему Это решение конституционного суда О том, что запрет на использование русского языка в частных школах Он оправдан Буквально вот в конце прошлой недели оно было озвучено Озвучит примерно так, что языковая реформа ограничивает права На смешностное получение образования в частных школах Но это ограничение во имя благой цели демократии прав детей Скажи, тебя как юриста эти аргументы убеждают? Ну, понимаешь Конечно, конституционный суд является тем самым органом в Латвии Который как бы наделен властью Давать правильной, в кавычках Или даже без кавычек, интерпретации конституции Но они также взяли на себя смело Синтерпретировать международные обязательства Латвии Насколько этим обязательствам соответствуют Те решения, которые были приняты политиками Но как юриста меня все-таки удивляет это решение Именно потому, что все-таки в европейском контексте Даже когда мы говорим о том, что государственное Право учиться на языках в международных государственных школах Может быть ограничено И то частная школа обычно Это та сфера, где разрешается много больше В принципе, заказчик, в данном случае родители, он платит Нельзя сказать, что ему проблемы С одной стороны, школа это бизнес А с другой стороны, всегда считалось, что частная школа Это та самая возможность для тех представителей Мишинс Которые очень озабочены сохранением своей особенной идентичности Эту озабоченность каким-то образом реализовать И действительно существует некий консенсус Среди юристов, международников о том, что Частная школа на языках Мишинс Это соответствует международным стандартам И, в принципе, первое решение Поинтересующей теме было принято в Европе еще в 1935 году Когда Международный суд, который тогда еще пришел При Лиге наций Приняло решение в знаменитом деле О греческих школах, которые тогда существовали в Албании Там вообще был интересный нюанс Что это были частные школы И эти частные школы, которые финансировались греческим правительством И, тем не менее, значит Международный суд встал на защиту этих школ И, как бы, потом этот принцип считался общепризнанным И, надо сказать, что в рамочной конвенции По защите национальных меньшинств Которую Латвия ратифицировала Тоже есть ст. 13, если я правильно помню Которая говорит о том, что у лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам Есть право создавать и управлять своими собственными частными учреждениями В области образования и обучения Ну а как ты думаешь, естественно, что ЕСЦИ после объявления вердикта конституционного суда Они заявили, что будут искать правду в ЕСЦПЧ Европейскому суду по правам человека У них есть шансы? Ну, шансы есть всегда Но, к сожалению, Европейский суд по правам человека Никогда не отличала Такая большая любовь к меньшинствам Скажем так, они всегда принимали довольно консервативные решения Почти всегда И очень часто навелись на сторону государства Но это как-то нелогично Ты только что сказал, что есть некое международное право Которое наше Интересно, нас может защищают Но, тем не менее, ЕСЦПЧ действует Дело в том, что право на обучение на языках национальных меньшинств Международное правило прописано очень плохо Но есть, правда, некоторые стандарты В том числе рамочная конвенция Про которую я тебе только что сказал Европейский суд по правам человека Там еще худшая ситуация Потому что там Как бы Все, что касается меньшинств Прописано, практически не прописано То есть будет очень трудно юридически выиграть это дело Но шансы, конечно, есть Проблема еще заключается в том Что свое решение Европейский суд по правам человека Скорее всего, примет лет через 5-6 И дай бог, что оно будет в пользу родителей Сказочных детей Но, скорее всего, многие дети уже вырастут тому времени И какой прецедент будет создан в Страсбурге Это еще мы посмотрим Ну хорошо, а что остается? То есть получается, что надеяться на то, что будут какие-то внешние факторы влияния Нет смысла Никаких других учреждений, которые могли бы сказать Латвии Отменяйте вашу школьную реформу, нет Ну почему? ООН может что-то сказать Совет Европы может что-то сказать Даже говорили Да, я говорил уже об ИСЕ Можем тоже высказать свое веское слово сказать по этому поводу Проблема заключается не в том, что нет юристов, международников Или нет международных организаций, которые Не хотели бы покритиковать латвийские решения этого вопроса Проблема в том, что насколько латвийские власти готовы прислушаться Мы все хорошо помним период, золотой период до вступления Латвии в Европейский Союз Когда всякие рекомендации выполнялись Это были рекомендации, которые касались языкового регулирования Которые касались вопросов гражданства Ну после того, как Латвия стала членом Европейского Союза Стимулов выполнять рекомендации международных организаций Как мы знаем, стали намного более слабыми И вообще Латвия, конечно, рассматривает себя как страна развитая Без каких-либо особых проблем И самому члену Европейского Союза подчеркивает Что всем основным международным стандартам Латвия соответствует Конечно, это не так Достаточно посмотреть различные комментарии или мнения Которые международные организации публикуют по Латвии Но вот это самодовольство латвийской элиты По этому вопросу побороть эту ситуацию очень сложно У меня в этой ситуации, как родителя Как маму нашей с тобой Анны Вадимовны, которой один год Меня очень злит в том, что на самом деле эта история не столько про язык А эта история про конкурентоспособность наших детей Это абсолютно понятно, что даже когда русскоязычные Или сейчас как школы нацменьшинских перейдут на латышский язык Они будут слабее, чем латышские-латышские школы Просто потому, что там будут хуже педагоги Педагоги будут говорить по латышскому довольно плохо То есть будут страдать именно качество преподавания Скорее всего, более сильных детей Родители попытаются отдать Отдать латышские школы Там уже мы знаем, в той же первой гимназии Там треть русскоговорящих детей То есть вот эти школы в микрорайонах Которые сейчас есть Иммонта, Пурцемс, Кенгаракс Вот у нас меньше Они будут выпускать детей, которые будут хуже приспособлены к рынку труда У них будет меньше шансов, наверное, поступить в ВУЗ Получить высокооплачиваемую работу То есть это нечестно Фактически получается, что русскоговорящих детей И перед ними закрываются многие дороги То есть что остается? Или мы попробуем создавать какие-то, не знаю, воскресные школы Где на русском, на родном Частные какие-то воскресные школы Где параллельно с общеобразовательной школой На родном языке будут объяснять ту же физику, алгебру То есть фактически репетиторы Или что? Иммиграция? Да, иммиграция это вообще интересный момент Потому что мы знаем, что сейчас очень многие жители Латвии работают в странах Запада А дети с бабушками и дедушками живут в Латвии Почему? Потому что они здесь ходят в школу В том числе школу на родном языке И это один из тех аргументов, которые родители, когда решают Где ребенок останется в Латвии или поедет с ними за границу Это аргумент, который, наверное, начальше весов перевешивает Но если у детей не будет возможности учиться на родном языке Или если качество в латвийской школе будет явно не удовлетворительным Это означает, что дети, наверное, поедут с родителями А когда дети уезжают уже вместе с родителями, то это уже не поездка на заработки Это уже полноценная эмиграция Ну вот в этом месте мы, наверное, должны уйти на рекламную паузу Уходим Добрый день еще раз! В эфире на радио Болтком новая программа «Есть тема» Ее ведущий Вадим Полищук и Александр Полищук И мы продолжаем сейчас В первой части программы мы обсудили новости Латвии Сейчас мы, наверное, немножечко перейдем на мировую политику И недалеко уйдем В соседнюю страну, фактически Белоруссия Где на выходных прошли парламентские выборы И главной сенсацией стало то, что ни один представитель оппозиционной партии В новый парламент Белоруссии не попал Почему? Ну это не совсем сенсация, потому что такое уже случалось в истории Новейшей истории Белоруссии Но, и да, я хотел тебя немножко поправить Выборы были внеочередными А, да-да-да, почему не внеочередные-то? Потому что в следующем году будут выборы президентские в Белоруссии И белорусские власти решили их развести по времени В принципе, конечно, да Мы знаем, что международные организации наблюдали за тем, как проходили выборы И мы знаем, что, например, наблюдатели от стран СНГ Никаких недостатков особых не увидело В отличие от миссии ОБСЕ И Евросоюз тоже, по-моему И Евросоюз, да, которую вы сказали крайне критично Сказали, например, что миссия ОБСЕ сказала, что выборы в Белоруссии Не соответствовали стандартам демократических выборов Из-за того, что был слишком ограничительный процесс Для участия в выборах оппозиции Но надо сказать, что, в принципе, оппозиционеры в Белоруссии Ситно имели определенные сложности В рамках избирательного процесса С одной стороны Но с другой стороны, конечно, все опросы показывают Что ярые оппозиционеры режима Лукашенко Не пользуются какой-то там бешеной поддержкой населения Пока не мере пока Слушай, ну а в чем секрет успеха господина Лукашенко? То есть, если народ за него действительно так исправно голосует Ну, плюс-минус В России очень любят говорить о том, что стало бы со страной Если бы Советский Союз бы сохранился бы И если бы страна пошла бы по китайскому пути На самом деле, это легко узнать Достаточно посмотреть, например, Белоруссии То есть, там не было резкого разрыва с советским прошлым И во многом и в политике, и в экономике остались какие-то советские модели И ответственен за все это Лукашенко Президент Лукашенко, который находится на вершине власти в этой стране Уже с 1994 года, он во многом и создал современную Белоруссию Но это что, как ты говоришь, что это советская модель Высокие социальные пособия, гарантированная пенсия Или что это? Это стабильность, это довольно внушительный социальный пакет И хотя, может быть, уровень жизни Белоруссии не такой высокий Тем не менее, люди, которые живут в Белоруссии Их основные потребности, как правило, при помощи государства Или государственных предприятий удовлетворяются И, видимо, правы те эксперты, которые считают, что в этом и есть Как бы общественный пакт между властями Между президентом Лукашенко и политические силы, которого поддерживают И всеми прочим населением То есть, мы вам стабильность, мы вам социальный пакет А вы не проявляете чрезмерного интереса к политике Мне кажется, что как раз-таки довольно высокую цену платит народ То есть, если нету той самой демократии, свободы слова Возможности действительно написать в социальных сетях Все, что ты думаешь о правительстве Или о господине Лукашенко И не получить... На самом деле, нельзя сказать, что в Белоруссии нет свободы слова Или там совсем нет никакой демократии Просто она такая управляемая и ограниченная А политическая система там действительно во многом сохранена С советских времен То, как формируются органы власти, например То есть, вот там, по сути, осталась система советов Так, как она была в Советском Союзе И Также, скажем, государственные предприятия Которые являются основой экономики По сути, остались колхозы И на эти самые предприятия и колхозы Они отвечают за социальное обеспечение граждан С одной стороны, с другой стороны Что, конечно, для нас будет интересно узнать Они отвечают и за идеологическую работу Ну, хорошо Мы понимаем, что Западу не нравятся результаты выборов И не нравятся этой системы Но, тем не менее, с этим Лукашенко как-то Они в последнее время, по крайней мере, стали общаться Зачем? Не просили его сместить? Ну, сместить, это как? Строить раньше революцию? Майдан? Ну, на самом деле, попытка Ну, как бы попытка Майдана была в Беларуси в 2010 году Когда были, по-моему, четвертый раз Избирался Лукашенко в президенты страны Но эта попытка была явно неубедительная И закончилась она вообще посадками оппозиционеров И потом Европейский Союз очень боролся за их освобождение И надо сказать, что Лукашенко проявил в случае здесь гибкости И многие люди действительно вышли довольно скоро Вот, но для того, чтобы случился Майдан Мое глубочайшее убеждение Нужно не только какое-то недовольство людей Или активная, пусть маленькая, но активная оппозиционная группа Но должен быть раскол элит Без раскола элит Майдан невозможен Потому что Майдан – это когда, допустим, результаты выборов оспариваются Элита не консолидирована Силовики не знают, кого им поддерживать Они проявляют там мягкость В результате власть теряет контрольную ситуацию Конечно, Беларусь таком не было в 2010 году даже близко И я не вижу причин, почему это должно случиться впредь То есть Лукашенко во многом Его авторитет, его харизма во многом базируется на том Что он говорит на понятном областном белорусом языке Он понимает проблемы социально-экономические Так же, как понимает, наверное, большинство белорусского населения А в смысле нации строительства Как он видит белорусскую нацию, белорусский народ Он во многом повторяет те же самые формулы, которые были приняты еще в советское время То есть они привычны И во многом люди, особенно люди старшего поколения, молодежь Они их охотно принимают То есть И надо сказать, что Конечно, важным элементом для сохранения Стабильности режима Лукашенко Является, конечно, его экономическая связь с Россией И политическая интеграция Которая уже с 90-х годов Осуществляется Ну, тут мне непонятно То есть, с одной стороны, действительно, Белоруссия много лет Упорно дружит с Россией Потому что это экономически выгодно, видимо, обеим сторонам А с другой стороны, все равно видится, что в последнее время Минск так или иначе заигрывает с Западом Даже, ну, пусть это неофициально Но есть какие-то дискуссии о возможности введения безвизового режима Для граждан Белоруссии В страны шенгенской зоны То есть, так он с нашими или с вашими? Он многобекторный Как говорили, как говорили про президенты Януковича Но, конечно, отношения между Лукашенко и Ельцином И потом Путиным никогда не были безоблачными Более того, всегда были какие-то периоды охлаждения Которые сменялись периодом потепления отношений И во многом, конечно, это связано именно с какими-то экономическими проблемами Рынок российский для белорусских товаров во многом открыт Но есть многие сложности и проблемы, которые необходимо решать И есть, по сути, непрямые субсидии Которые россияне предоставляют белорусской экономике На самом деле сейчас охлаждение во многом связано с тем, что есть несколько нерешенных проблем Скажем, цена на газ Белорусы хотели бы получать его по внутрироссийским ценам Но для России, естественно, это невыгодно Очень важную роль для белорусской экономики играет переработка нефти Которая поступает из России Потому что потом эти нефтепродукты идут на экспорт И вопрос, какую часть этой экспортной выручки Россияне должны получить для компенсации своих потерь Выпадения из бюджета Белорусы не присоединились к контракциям российским против западной сельскохозяйственной продукции Поэтому россияне, по сути, восстановили частичный контроль на российско-белорусской границе Которого вроде бы не должно быть Потому что у них не просто Евразийский экономический союз Но даже союзные государства Тем не менее, россияне проводят эти проверки Потому что через Белоруссию очень часто идут контрабанды Западные продукты питания И хотя белорусы пытаются каким-то образом решать эту проблему Но, видимо, недостаточно с точки зрения Москвы То есть это тоже проблема, которая требует своего решения Ну и на фоне всех этих экономических сложностей Накануне выборов президент Лукашенко позволил себе Некоторые заявления, которые говорят о том Что он готов пересмотреть и, так сказать, Некие такие идеологические установки Которые раньше, ну, казались бы, незыблемыми Например? Ну, например, он заявил, что Вторая мировая война По сути, Великая Отечественная война Это какая-то была не наша война для белорусов Хотя раньше, допустим, все, что касалось Великой Отечественной войны Это было как бы основополагающим, главным историческим событием И на которого уделялось большое внимание И здесь, в принципе, отношения в России и Беларуси были очень похожи А как ты думаешь, это вот, наверное, в рамках пересмотра В идеологических ценностей готовится и визит в Латвию буквально В начале следующего года он собирается Почему же сообщил, что для него это очень важно Я не думаю, что там идут какие-то тектонические сдвиги Просто он перед выборами решил потрафить немножко и белорусской оппозиции Или, по крайней мере, сказать не самим, я имею в виду, лидером оппозиции Но там людей, которые позиционно настроены Потому что, в принципе, Белоруссия, общество разделено Она разделена не на равные части Как примерно это было на Украине перед последним Майданом Но все-таки есть люди, для которых, допустим, Великая Отечественная война Главное событие в жизни белорусского народа А есть, допустим, те, которые такие прозападные оппозиционеры Особенно которые считают, что это была Грунгельская битва И другие там средневековые битвы Одни говорят, что Белоруссия – это государство, которое, по сути, возникло Только в 20 веке А есть те, которые считают, что нет По сути, первым белорусским государством это было Великое княжество Литовское То есть совместный национализм? Да Вот, допустим, есть люди, которые очень скептически относятся К необходимости развивать и укреплять статус белорусского языка Потому что, по сути, Белоруссия во многом русскоязычная страна была и есть А есть люди, которые не говорят, что нет, надо проводить очень жесткую политику По укреплению позиций белорусского языка И даже посматривают в сторону стран Балтии в этом плане Вот, и понятно, что для них подобные заявления президента Лукашенко были как музыка Но помогло ли это кандидатам, которые он предложил Или он поддерживал на последних парламентских выборах, я не знаю А конкурентство Лукашенко есть? Или его переизбирание гарантировано в следующем году? Ну, если ничего не случится так соординарного То, скорее всего, да, он будет переизбран Потому что, в принципе, таких ярких, харизматичных деятелей в Беларуси Наверное, нет оппозиции, скажем, радикальная оппозиция довольно слабая И, кстати, еще одной из особенностей политической ситуации в Беларуси является то, что там политические партии есть Их даже много Ну, недавно их было, по крайней мере, 15 Не знаю, там изменилось, что достиг ремонт или нет Из них там примерно половина поддерживает президента Половина является как бы оппозиционными Но, тем не менее, они не являются важными участниками политических процессов И, по крайней мере, еще недавно в белорусском парламенте даже не было фракционного деления по партиям Ну, слушай, чтобы закрыть тему А нам-то в Латвии все-таки выгоднее, чтобы Белоруссия дружила с Россией или с Западом? Мы должны в Латвии понимать, что господин Лукашенко, как и раньше, будет все-таки пытаться налаживать отношения с Западом и с Европейским Союзом И он всегда очень внимательно относился к тому, чтобы не перейти ту некую грань, после которого налаживание отношений или потепление отношений станет невозможным Несмотря на... Я уверен более чем, что было давление со стороны Москвы и по поводу, допустим, признания Южной Абхазии Осетии И по поводу признания Крыма как российской территории и прочее, но Лукашенко твердо сказал, нет, мы этого делать не будем То есть он как бы пытается дистанцироваться от России даже по некоторым внешнеполитическим моментам, которые для нее представляют большое значение И поэтому вроде бы Запад готов с ним работать Ну, поживем-увидим, конечно Надо сказать, что белорусское руководство под санкциями Запада намного раньше попало, чем... Не привыкать Да, им не привыкать То есть когда-то вводили, что-то отменяли Вот, и надо сказать, что Белоруссия, так же как и... или Республика Беларусь Так же как и другие восточноевропейские бывшие республики Советского Союза участвуют в восточном партнерстве Хотя не очень активно То есть эту дверь Лукашенко никогда полностью не закрывал и, в принципе, работать с Западом готов Экономическое сотрудничество будет развиваться и, конечно, для Латвии, как стране, которая граничит с Белоруссией, это будет иметь большое значение Ну, а что может предложить в ближайшей перспективе Европейский Союз в Белоруссии? Ну, наверное, безвизовый режим Но он будет никогда просто так Это будет в ответ на какие-то важные изменения в политике У нас остается буквально пять минут Давай очень коротко про еще одну тему, которую мы хотели затронуть Это газовая директива и проект «Северный поток-2», о котором опять на прошлой неделе сильно громко сговорили Коротко, что там случилось? Потому что тема длинная, нарекающая, о ней поговорим в будущем Повод был достаточно простой Бундестаг, немецкий парламент, имплементировал, то есть внедрил в свое законодательство газовую директиву с поправками, которые были приняты весной этого года По сути, теперь нет никаких юридических препятствий для того, чтобы «Северный поток» заработал И, насколько я понимаю ситуацию, об этом сейчас говорят мало, немцы, наконец, имплементировали в свое законодательство возможности для того, чтобы исключить, так или иначе, «Северный поток-2» из каких-то требований общеевропейских для того, чтобы этот проект сохранил свою инвестиционную привлекательность и приносил прибыль И газ российский шел напрямую из России в Германии без каких-либо проблем То есть, получается, вопреки протестам Соединенных Штатов, стран Балтии, да и Евросоюза в целом, российский газ будет идти на запад в обход Украины? Ну, в принципе, да После первой газовой войны в Москве явно задумались о том, чтобы построить газопроводы в обход украинской территории И сейчас у нас уже есть «Северный поток-1», у нас есть «Турецкий поток», бывший проект «Южный поток», который теперь просто выходит не в Болгарии, а в Турции на поверхность И теперь «Северный поток-2». Европейской комиссии, конечно, не нравилась чрезмерная зависимость, как они считали, газового рынка Европы от российского газа Поэтому они не благоволили этого проекта, но помешать ему было сложно Один из попыток помешать этому проекту, то есть несколько сузить его возможности, сузить поставки газа по этому новому газопроводу Это было принято так раз весной этого года, когда принимались поправки газовой директиве, которая распространяла действия третьего энергопакета, так называемого, на эту трубу новую Но Германия сумела договориться с Францией о важных поправках, поправкам, которые позволили исключать на какое-то время газопроводы Из-под действия некоторых ограничений для того, чтобы отбить инвестиции, если говорить по-простому У нас одна минута, слушай, последний вопрос А нам в Латвии, я говорю сейчас про Латвию не про господина Ленкевича или правительство Каринша, а вот нам, жителям Латвии, нам все-таки выгодно, чтобы этот «Северный поток-2» появился или нет? Нам выгодно, чтобы на газовый рынок Европы поступало как можно больше газа, чтобы он был дешевый На самом деле, российский газ – это 200 миллиардов кубометров, Россия, не Россия, а Европа потребляет 500 Соответственно, что чем больше будет газа, тем, в принципе, лучше, тем более, что Латвия все равно получает напрямую от России Давай на этой оптимистичной ноте попрощаемся с нашими радиослушателями Спасибо, что были с вами, встретимся через неделю В студии были Вадим Полищук, Александр Полищук, это была программа «Есть тема» До свидания До свидания